Я люблю библейские истории. Знаете, вот те, которые произошли 3-4 тысячи лет назад. Вот как, например, там жены одного библейского героя поспорили из-за Мандрагоров. Помните, да? Так они и так хотели завоевать любовь мужа. И, короче говоря, там они поссорились из-за этого. Как они рожали одна поперед другой, чтобы муж их крепче любил. Это, знаете, оно такое жизненное все. Оно такое, как бы понимаешь, вот, как бы суть времени, да, событий понимаешь. Или как сватали ревеку, помните? Мне так нравится, когда эта девушка, ее сказали, ты можешь побыть дома или вот поехать с этим человеком. Вы знаете, она оказалась настолько мобильной, у нее оказалось настолько современное качество, да, для современной жизни. Она сказала, поеду, не буду ждать, поеду. И через нее Бог могуще со мной действовал. И родились патриархи. А затем произошел еврейский народ. Есть в Бритхадаша одна история, описанная в Луке 19, которая для меня является очень любимой. Я ее часто вспоминаю, потому что, ну, для меня она очень такая, знаете, она мне проходит прямо через сердце. Ишуа в конце своего земного служения идет в Иерусалим. С ним его ученики. И он проходит через Ерихон. Помните, да? Это случай. Он проходит через Ерихон. Весь город пришел в движение навстречу. Вышли люди, толпа. Короче, встречают там, люди тянутся. Вот мамы кричат, ты изя, отойди, там тебя затопчу, там, другому, иди ко мне, там. Ну, в общем, кто-то там, все магдеты. В общем, кто-то, дети лазят по деревьям, знаете, там. Ну, в общем, все хотят увидеть вот этого человека. Они понимают, он необычный. И они хотят увидеть его. Ну, почему они хотят его увидеть? Ну, они знают, он совершил много дел, которые не делает ни один человек. Он исцелял сотни, может, тысячи людей. Он поднимал мертвых к жизни. Он насыщал хлебом, да, там, тысячи людей насыщал там несколькими хлебами. Они это знают, они хотят увидеть его. Но там был один маленький человечек, начальник налоговой инспекции этого города. Я хочу сказать, что если у кого-то есть знакомые налоговые инспекторы, вы можете передать, что Бог знает и любит налоговых инспекторов, в отличие от нас. Вот, ему дороги все люди любой профессии. Вот, это за кей был, да? Вот. А Матфей, значит, он написал Евангелие, да? Он тоже, как бы, был не чушь до этого. Вот, поэтому для Бога все люди важны. Ну, опять же, мы возвращаемся к этой истории. Тысячи людей, может, сотни, я не знаю, но очень много людей. Очень много людей, они на деревьях, они на заборах, они стоят вдоль дороги, вот. Они выбегают на дорогу, идет Ешо в окружении большой толпы учеников, вот. И вдруг он останавливается и смотрит в сторону Закхея. Почему? Потому что Закхей, он один из всех, он хотел увидеть не какой Ешо, да? Какой он рост, там, как он величество, во что он одет, там, особая, значит, там, такая одежда, может быть, какая-то, там, или еще что-то, какая у него борода, там, или еще что-то, да? Или какие ученики, сколько много, как они входили. Его не это интересовало. Он задал себе один вопрос. Задавал себе, он, кто он? Вот, он просто выпрыгивал вот из себя, он хотел понять, кто этот человек. И произошло, ну, в моем понимании, произошло чудо, из этих сотен, может быть, тысяч людей, Ешо увидел именно Закхея. Никого, никто его больше не заинтересовал. Вот. А Закхей, он залез на дерево, там, на смоковницу, которая там была вдоль дороги, там, ну, маленький, да, вот, видимо, небольшого роста. Вот. Но зато он компенсировал свой маленький рост своим большим значением. И Ешо, Закхей, ныне буду у тебя дома. Закхей, конечно, он вообще, он просто обрадовался, побежал домой, начал готовить, начал готовить, там, ужин, созвал друзей тоже мытарей. Ну, там была, это была, это другая история, о ней тоже можно проповедовать. Это другая история, тоже очень интересная, потому что Ешо, он пришел спасти неправедников, а кого? А грешников, да, вот. И там собрались грешники, и спасение пришло в дом Закхея, мы о нем еще будем говорить. Это, это, это история, она описана в Луке 19, 1, 5. Я ее хотел прочитать, но не прочитал, я вам ее пересказал, да? Что мы из этого увидели? Что мы можем, какой вывод мы можем сделать из этой маленькой такой житейской, вроде бы, а вроде бы и духовной ситуации? Для Ешо очень важен этот вопрос, чтобы мы задавали этот вопрос, кто он, чтобы мы постоянно для себя этот вопрос задавали. Он просто учитель, а может быть он пророк, а может быть, как некоторые считают, есть такие течения, которые считают, что он архангел, а может быть он мессия, а может быть он сын Божий, а если сын Божий, то что это обозначает? Я уверен, что эти вопросы люди себе задавали, но они задавали, знаете, вот как-то не с точки зрения принятия для себя, а с точки зрения интереса, да? Ну вот кто он? Чтобы потом можно было какому-то сказать, ну да, я видел его, он выглядит вот так вот, он такой, я видел его у учеников. Ну да, в общем-то, очень интересный, интересный человек, понимаете? Нет, очень важно, чтобы мы задавали вопрос, кто он вообще, да, кто он, и кто он для меня. Я как бы буду об этом говорить, и о нем, да, и кто он для нас. И сами понимаете, друзья, ну это такая тема, которую можно написать такую книгу, да, и этого будет мало. Вот, поэтому я скажу только какую-то часть, которая предназначена для этого времени, да, для этого места, вот, возможно, она нужна нам, кому-то особенно нужна, вот, потому что, ну, если Господь побуждает проповедующего о чем-то говорить, наверное, кому-то это очень важно. Итак, вопрос, кто Ешо, это задавали себе, в его время задавали многие люди. Смотрите, даже Иоанн Креститель, кажется, от самого Бога, знавших, что Ешо есть Мессия, и тот, попав в тюрьму, послал своих учеников задать Ешоу вопрос. «Ты ли тот, который должен прийти или ожидать нам другого?» Это Матфея 11,3. Другими словами, он засомневался, до этого он не сомневался, но как только попал в стесненные обстоятельства, он подумал, «Так, Мессия пришел, я как бы его слуга, да, я его крестил, а вдруг здесь раз, и я здесь вот, и мне собираются голову рубить». Вообще-то, он тот или не тот? Хотя, вроде бы, не уверен, он тот. Саддуки и фарисеи тоже постоянно, они доставали Ешоу, а то поцелали людей, то сами приходили. «Ну скажи, кто ты? Ну скажи, ты Мессия? Или ты вообще, кто ты?» Ешоу им говорил, друзья, а вы же Писание знаете? Смотрите на меня, на то, что я делаю, да, и вы должны сделать выводы. Сами дела, которые я творю, они свидетельствуют обо мне. И если вы книжники, если вы фарисеи, если вы хорошо знаете Писание, то будьте добры тогда, делайте выводы. Но это не только, кстати, послание к фарисеям и даже книжникам, это послание и к нам, понимаете? Потому что мы должны не только доверять проповедующим или умным книгам и так далее, мы должны смотреть в Писание, что оно говорит о Мессии будущем, да, и о пришедшем. И мы должны сопоставлять и делать определенные выводы. Это наша задача. Мы Богу не скажем, что я верил так-то, потому что вот у нас был очень сильный там пастор, там или проповедник, или учитель, и вот он нас так научил. Нет, 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 он скажет, лично, лично, ты читал, ты вникал. И так, даже фарисеи, в общем, фарисеи постоянно представили ученики Ишоа. Несмотря на то, что они были постоянно вместе с ним, видели эти чудеса, знамения, что он совершал. После усмирения Ишоа Бури написано так, это Марка 4, 41. Убоялись страхом великим и говорили между собой, кто же сей, что и ветер, и море повинуются ему. Непонятно, да. Это, ну что, это же не вмещается, это вообще не вмещается ни в какую логику, ни в какую человеческую природу, а подумать о большем как-то и страшновато. Или помните тех двух учеников, которые шли в Эмаус и встретили Ишоа? Ну, они его поначалу не узнают, и он спросил их, куда идете, говорит, мы идем туда в Эмаус, а о чем говорите? Да вот мы говорим о Ишоа, ты не слышал случайно? Он говорит, а что это было? Да говорит, это был пророк сильный в деле и слове перед Богом и всем народом. Это ученики говорят. То есть, вы понимаете, откровение у Ишоа, даже для тех людей, которые ходили с ним, оно для них не было таким вот понятным, сразу все понятным. Ага, вот это, значит, ну понятно, а значит он Бог. Нет, а потрогать, ну мы же знаем Бога, Бог, он по-другому вообще-то выглядит. Мы читали, как он приходил к народу, и тогда, нет, нет, значит, что-то другое. И они постоянно тоже, они находились в размышлениях, они то в страхе, то они в удивлении, удивлялись, что он творил. То есть, откровение у Ишоа, оно открывалось им постепенно, даже несмотря на то, что он был вместе с ними. Из Евангелия видно, что Ишоа этот вопрос считал очень важным, а может и самым главным для понимания своими учениками. Смотрите, Матфея 16, с 13 по 16 стих. «Придя же в страны Кесария Филиппова, Иисус спрашивал учеников своих, за кого люди почитают Меня, Сына Человеческого? Они сказали, одни за Иоанна Крестителя, другие за Илью, а иные за Иеремию, или за одного из пророков». Итак, за Иоанна Крестителя, Илья, или за одного из пророков. Он говорит им, а вы за кого почитаете Меня? «Симон Ж. Петр, отвечая, сказал, ты Христос, то есть ты Мессия, ты Мессия, сын Бога Живого». Ну, что здесь вкладывал он, сын Бога Живого, здесь надо рассуждать, понимаете? То есть, ну, явно, что человек посланный Богом, это как минимум. Здесь не надо думать, что он сказал, ты Бог, понимаете? У них была другая теология и другое понимание Бога. То есть, израильтяне, ну, ответы видно, они говорили, что Ишо один из великих людей. Ну, просто человек, ну, типа Ильи, или из кого-то из пророков, каждый считал, там, ну, кого-то, кого он им напоминает. То есть, он великий, но не самый великий, то есть, он, ну, совсем не Маше, например, да? То есть, он один из великих людей. И только Петр, Петру было открыто, что он Мессия Израиля и Божий Сын, то есть, человек, имеющий некую божественную, некую божественное происхождение. Почему этот вопрос был так важен для Ишо? Чтобы люди задавали себе вопрос, кто он? Почему нужно, почему он хотел, чтобы люди задавали этот вопрос? Потому что, ответив на этот вопрос, можно было ответить, в кого ты веруешь. Если ты веруешь, например, что он только помазанный учитель Писания, ну, то тогда ты ставишь его наравне, например, с Конфуцией или с Буддой, да? Тоже большие люди были, у них тоже есть учения, много последователей, миллионы последователей и так далее. Он просто тогда для тебя, он просто человек. И вы думаете, этот вопрос, как сказать, он такой, ну, сейчас вот во время такой информации, информационных таких технологий, да, когда информация распространяется там со скоростью звука, как бы для людей, как бы, ну, понятно, кто он на самом деле? Ну, совсем нет. Многие люди почитают Ишуа просто, ну, просто учителем. Даже те же самые иудеи, многие из них, ну, может быть, некоторые из них, они соглашаются, ну, да, это был учитель, да, он был, и это был учитель. Но не более того, не более того. Это одно. Если он пророк, то он будет одним из помазанных Богом людей, слышавших голос Божий. Ну, слышал, когда? Тогда, а сейчас, он что для тебя? Он может что-то сейчас для тебя сделать? Вот тогда он мог, ну, может тебе что-то показать, рассказать о Боге, да, вот. Но сейчас, вот в это время, когда у тебя там проблемы какие-то, да, там ты не знаешь, что делать, у тебя вообще такие обстоятельства, из которых ты не знаешь, как выйти. Он сейчас тебе может помочь? Вот какой пророк может помочь вот сейчас в наших обстоятельствах, да? Ну, какой-то совет, может, подскажет, там, бежать в другой город или еще что-то такое. Это если кто-то примет такое, как бы, откровение, да? Некоторые люди, например, свидетели Иеговы считают, что Ишо – это первое Божье творение, и он есть Архангел Михаил. Они готовы все говорить. Я помню, часто, ну, возле дома там на дорожке они ходили, вот, и я видел, как они мимикрируют в своей теологии. Вот, вначале они даже не говорили, что он Сын Божий, да, вот, то есть, нет, нет, он не Сын Божий, но мы это… Потом, встречаясь, да нет, он Сын Божий, вот, значит, ну, он Бог? Нет, это был последний вопрос, который они не переходили, понимаете? Нет, он Архангел. И когда начинаешь с ними говорить, он Архангел. И вот, и я им говорил, друзья, я говорю, я очень уважительно отношусь с Ангелом, и тем более Архангелом, да, это великие Божьи творения с огромной силой. Мы видим это из Писания, они есть на самом деле. Но, я говорю, меня как-то не очень касается, трогает меня, ну, заживое, да, что один из Ангелов или Архангелов, он пришел на землю, воплотился, да. Ну, у Бога же много, да, ну, ни один, значит, другой, нет, значит, мы еще сотворим, надо ни одного миллиона сотворим. Бог же всемогущий. Поэтому, говорю, ну, это, это ваша теологическая концепция, говорю, она меня вообще не трогает. Вот Бог, пришедший в человеке, да, воплотившийся в человека, переживший нашу жизнь, вот, взявший на себя наши грехи, вот, тот, который был, есть и будет, вот, вот это меня трогает. Тот, который освободил меня, тот, который вырвал меня из этого, из этого рва, да, тот, который омыло, чистил, осветил меня, потому что мы знаем, кем мы были, мы об этом еще будем говорить, вот. И вот это меня трогает. Бог воплоти меня это трогает. И поэтому сегодня я хочу затронуть, как бы, этот вопрос, ну, чуть-чуть глубже, чуть-чуть. Почему чуть-чуть? Потому что я занимался на теологическом факультете в университете, и, значит, теология о божественности Ишуа, она очень обширна. Вот, она настолько обширна, что как только начинаешь углубляться в какое-то слово, что там Ишуа говорил, что оно обозначает, там, вот, то есть он говорил о себе, что он Бог, или он не говорил, я есть. В общем, это то, что мы думаем, или это не то, что… И там, друзья, поверьте, там такие глубины, там сразу начинают, и ты начинаешь понимать, что очень тяжело доказать и себе, и другим, что Ишуа – это Бог, да, очень тяжело доказать. Но есть вещи, понимаете, которые, они, ну, достаточно, как бы, немножечко со стороны, то есть мы не вникаем в те вопросы, которые говорил Ишуа, да, или которые о нем говорили, ну, его там, современники и так далее. Потому что, если как только мы начинаем вникать, это все, это мы ушли, и там сразу начинают подниматься тома, тома теологических разных книг, которые вызывают споры. Сегодня я хочу затронуться, сегодня я хочу коснуться именно божественности Ишуа на таких, условно говоря, немножко, ну, со стороны, да, немножко взгляд со стороны, вот, чтобы не то, что он говорил о себе, вот, а что Писание говорило, да. Да, и вообще, когда мы начинаем размышлять, о Писании, оно побуждает нас размышлять, и мы начинаем понимать, что таки да, таки Писание, таки Он есть Бог от начала сущий. И мы не можем обойти этот вопрос. Если мы для себя будем определять, кто Он есть для нас, мы обязательно этот вопрос должны обсудить, потому что без этого, если мы не будем в это верить, все остальное, ну, это уже так, знаете, уже, как бы, ну, более легкое, это, это основополагающий вопрос. Ну, и, как бы, доказательство божественной сущности Ишуа еще немножко затруднено в том, что прямо Ишуа и не говорил о себе, что Он Бог. Он даже не говорил более того, друзья, а вот хочу сказать, что Он даже прямо не говорил особенно, что Он Мессия. Ну, то есть, Он не выходил, допустим, на Нагорные проповеди и не говорил, я Мессия, все. Теперь, ну, вы же понимаете, что такое Мессия? Вообще, Он, наоборот, людям говорил, которые признавали Его о том, что Иди и не говори ничего. Почему? Потому что люди первым делом, когда они видели такого человека, когда они понимали, что он и накормить может, и исцелить может, и поднять мертвого, то есть, ответить на все насущные вопросы, понятно, что тогда и римлян может прогнать. И в Писании есть моменты, в которых говорится о том, что и они хотели Его взять и поставить царем. Это первое, что они хотели, потому что такие иудеи, они были воинственные, и как только они приобретали вождя, первое, что они хотели, прогнать римлян и поставить вот такого хорошего человека, поставить царем. Поэтому Иешуа прямо об этом не говорил, даже о том, что Он Мессия. А Мессия, ну, в понимании иудеев в то время, ну, оно имело как человеческую сторону. Ну, некоторые верили, что это будет человек, а некоторые верили, что это будет непростой человек, он будет иметь некую божественную сущность. Потом об этом постарались забыть, потому что христианство говорило, что Мессия, Иешуа Мессия, и Он Бог. И они уже стали больше говорить, иудеи больше говорят о том, что Иешуа, это, что Мессия, будущий Мессия, Он будет просто, ну, будет иметь чисто человеческую природу. Ну, просто будет сильно помазан. Поэтому Иешуа прямо и не говорил о своей божественной сущности. Ну, представляете, Он бы, допустим, тоже сказал, да, Я Бог. Ну, тогда ему бы сказали, а, ну, мы знаем, мы видели, вот, в исходе там описано, то есть, как Бог приходил, да. А где гора, где дым, курение, а где стол огненный, который там то почивает, то там, ну, то стоит, то идет. Мы же знаем, как выглядит Бог, понимаете. То есть, это было, ну, это было бы неправильно со всех точек зрения. Поэтому Он вообще у них, Он говорил, как бы, около этого, чтобы те люди, у которых есть глаза, видящие, уши, слышащие, чтобы они понимали, о чем Он говорит. Поэтому Он говорил, Я от Отца и шел, Я и Отец одно, Я в Отце и Отец во мне, прежде чем был Маше, Я езмь, да. То есть, Он говорил такие вещи, которые заставляли людей размышлять о Его божественной природе. Но прямо, прямо Он не говорил. Хотя Писание неоднократно говорит, что будущий Мессия будет иметь божественное происхождение. Вот смотрите, Михея 5, 2, 3. У нас не это, да? Не показываю? Показываю? Есть, да? Михея 5, 2, 3. А ты, Вифлеем Еврафа, мало ли ты между тысячами и Удиным, из себя произойдет мне тот, из себя произойдет мне тот, который должен быть владыкою в Израиле, которого происхождение изначало одни и вечных. Ну, это о человеке говорится, которого происхождение изначало, да? То есть, из Вифлеема произойдет некто, да? Тот человек, который будет владыкою в Израиле. И его происхождение одни и вечные. Зафиксировали, да? В другом месте Иеремия 23, 5, 6. Вот наступают дни, говорит Господь, и восставлю Давиду отрасль праведную, и воцарится царь, с большой буквы, и будет поступать мудро, и будет производить суд и правду на земле. Во дни его Иуда спасется, и Израиль будет жить безопасно. И вот имя его, которым будут называть его, будут называть его Господь, в скобочках, там, когда ты смотришь слово, что обозначает Господь, там написано Иегова Циткейна. Понимаем, да? Зафиксировали. То есть, тот царь, будущий царь Израиля, здесь прямое указание на Мессию, его будут называть Иегова Циткейна. Оправдание, то есть, это Господь, оправдание, Господь, оправдание наше. То есть, еще до прихода Иешу, Писание, оно делало такие достаточно прямые, давало указания, намеки, да, на то, что будущий Мессия, он будет иметь божественное происхождение. И, как я говорил, до конца первого века, в иудаизме существовало учение, что будущий Мессия будет иметь, ну, будет иметь такое, то есть, часть иудеев, они верили в то, что он будет иметь божественную сущность. Вот. То есть, тоже на основании вот таких вот писаний, то есть, это было разработанное учение. Ну, а потом, соответственно, от него отказались. Итак, мы видим, что Иешу по вполне понятным причинам не говорил о своем божественном происхождении, но делал вполне определенные заявления, которые намекали об этом. А Брит Хадаша уже определенно говорит об этом. Послание к Ефесянам и Колоссанам говорит о том, что он существовал прежде создания мира. Это Ефесянам 1.4. Потому что мы в нем, прежде создания мира, были избраны. Мы помним об этом, да? В нем, в Ешоа, еще не было мира. Никакого мира еще не было. Ни верхнего, ни нижнего. Мы в нем уже были избраны. Были предопределены, написано, к усыновлению. Да? И к спасению через Ешоа, через Ешоа Мессию. Некоторые культы говорят, ну да, Бог создал вначале Ешоа как первого ангела, а потом через Ешоа создал весь видимый и невидимый мир. Но Писание, оно говорит, что все им, то есть Ешоа, то есть не сам Ешоа создал, да, чтобы вы понимали, Бог через Ешоа, с помощью Ешоа, да, что им и для него создано, и он есть прежде всего, и все им стоит. Весь мир созданный Ешоа. Люди говорят, ну да, сначала ангел был создан, и потом, соответственно, потом был создан. Но послание к евреям вполне определенно говорит, что Ешо гораздо выше ангелов. Мы помним, да, там с самого начала об этом говорится. Говорит, ребята, если вы думаете, что, допустим, он имеет просто какую-то ангельскую природу, это далеко не так. Итак, Евреям 1, 5, 6. Потому что кому из ангелов, ну, писатель, человек, написавший послание к евреям, кому из ангелов Бог сказал, ты сын мой, я ныне родил тебя, ищу, я буду ему отцом, а он будет не сыном. Ни одному из ангелов не говорил Бог. Также, когда вводит первородного во вселенную, во вселенную, говорит, и да поклонятся ему все ангелы Божии. Ну, ангелы не будут поклоняться ангелу, сами понимаем, да? Престол твой Божий век века, жезл царствия твоего, жезл правоты. То есть, здесь Божие имеется в виду, Богом называется Ешо, это Евреям 1, 8, ну, это из Псалма. Евангелие от Иоанна 1, первая глава, первый третий стих подтверждает, вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было у Бога. И все через него начало быть, что начало быть, и ничего через него не начало быть, что начало быть. Но вопрос, знаете, то есть, мы видим, что он выше ангелов, да? Он сотворил ангелов, все начало быть, потому что он и ангелов сотворил. Вот, и, ну, Писание, оно говорит, что есть еще нечто такое, которое даже выше этого. Для меня это самое основное. Смотрите, Иоанна 1, 4 сказано, в нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. А жизнь, это чей атрибут? Кто есть источник и носитель жизни? Бог. То есть, Писание говорит, что в нем была жизнь. И еще об этом тоже в одном из первых споров с религиозными деятелями, он говорит, ибо как отец имеет жизнь в самом себе, как сыну дал иметь жизнь, так и сыну дал жизнь иметь в самом себе. Это Иоанна 5, 26. Как отец имеет жизнь, так и сыну он дал жизнь. Все это, оно подтверждает, что Ешоа, он и есть, он есть Бог. Ну, мне скажут, ну, а что, мы не знали об этом? Ну, друзья, хочу сказать, что, ну, во-первых, не все, может быть, знают глубоко достаточно, да? Это, ну, знают, что Бог, а ну, а попробуй докажи. Ну, вот вас спросят, выйдите на улицу, да, и вас спросят. Ну, да, скажут, вот я слышал, что говорили, что это пророк, слышали, что говорили, это человек, учите. Как вы докажете? Самому себе, прежде всего, надо всегда это держать в центре нашего внимания, что Ешоа – это Бог. И только Бог есть источник жизни, Ешоа – источник жизни, значит, Ешоа – это Бог. Это твердое основание, на котором мы строим основание нашей веры. И еще понимание о личности Ешоа. Как Слово Божье может быть, ну, тоже Богом? Давайте порассуждаем. Ну, вот, например, скажите, Словом можно? Мы можем Словом что-то делать? Можем? Ну, например, мама говорит, кричит с балкона сын, еврейская мама, да? Изя, иди домой. Что, мамочка, я замерз? Нет, Изенька, ты хочешь кушать? И Изя берет, идет домой. То есть, Слово, оно призвало, то есть, оно вызвало некие действия, да? Ну, это так, это, как говорится, в шутку, но, например, для римского сотника, когда он подошел к Ешоу и говорит, мой любимый слуга заболел, Ешоу, исцели его, пожалуйста. Он говорит, хорошо, пошли. Не, говорит, не надо ходить. Я, говорит, знаю, что Слово, оно работает, оно действует. Вот я, например, сказал одному солдату, иди, и он пошел, другому, приди, и он пришел. Точно так же и для тебя. Какие вопросы? Ты только скажи. Ешоу посмотрел, ученика говорит, друзья, я у вас такого не, я вообще в Израиле такого не слышу. Представляете? Римлянин, да? А он имеет понимание, вот о том, что Слово, оно действует, оно работает. Оно очень, это очень впечатлило Ешоу. А вот слово царя Артаксеркса, например, вы помните из Фири? Когда он дал указание, вот, и потом он понял, что он сделал ошибку, но становники ему сказали, а отменить уже нельзя. Слово твое, оно, условно говоря, оно уже сотворило, уже не отменишь, можно только что-то, обстоятельства какие-то там изменить, уже нельзя. Оно все, оно уже пошло работать, уже пошло в движение. Или сейчас, например, наш главнокомандующий залужный скажет, например, этому корпусу туда двину, до этой бригаде туда, и тысячи людей начинают, да, спасибо, и тысячи людей начинают двигаться. То есть, слово, оно творит, да, то есть, мы видим, что слово, оно имеет некую, даже в нашем человеческом обществе, оно имеет некую сущность. зададим себе вопрос, а что, Бог, который сотворил небо, землю, вселенную, да, миллиарды, миллиардов звезд, и так далее, а у него слово чем-то не такое, как у нас, оно гораздо сильнее, да, и оно имеет божественную сущность. Смотрите, Исайя 55, 10, 11, «Как дождь и снег не сходит с неба, и туда не возвращается, оно напояет землю, и делает ее способную рождать, и произвращать, чтобы она давала семя тому, кто сеет, и хлеб тому, кто ест. Так и слово мое, которое исходит из уст моих, оно не возвращается ко мне тщетным, но исполняет то, что мне угодно, и совершает то, для чего я послал его». Здесь мы видим, что это слово, оно имеет такой персонифицированный, такой личностный такой вид, то есть я посылаю слово, и оно, и слово мое творит. И вы теперь понимаете, почему Ешо, он говорил, «Я и отец одно», он слово. И когда он говорит, «Я, Иоанна 1,18, Бога не видел никто никогда, единородный сын, сущий в недре отчим, он явил». Ешо всегда был в недре отчим, да, он всегда был, он всегда был его личностью. То есть вот как мы, когда мы свое слово высвобождаем, оно же личностное, да, слово, теперь как бы больше понятно, да, как вот как слово, оно как бы имеет личность. То есть мы свое слово, то есть мы свое слово, наше слово, оно как бы сопрягается с нами, наше слово, оно сопрягается. Кто сказал? Рэбе сказал, Сергей сказал, Василий сказал или еще что-то. То есть, никто не скажет, что это слово откуда-то. Так и Божественное Слово, оно всегда было внедревочим. Он явил на него. Пришло время, и Господь сказал Своё Слово. Как Он сказал Своё Слово, и сотворился мир. Как Он сказал Своё Слово, и явился Ешо. То есть, это Его Слово, это Он Сам. Это Он Сам в такой вот ипостасии. Для меня, например, это как-то понятно, что почему Слово Божье, оно и есть Бог. Потому что оно внутри Него, потому что оно этим Словом, оно отображает Его сущность. Они одно, и оно внутри Господа нашего. Итак, мы говорили о том, что Ешо идет в Иерусалим. И по пути проходит Иерихон, где начальник по пути встречает маленького ростом никем неуважаемого человека по профессии главного налогового инспектора. И единственное, что было хорошее у этого человека, это был вопрос, который он себе задавал относительно Ешо. Кто он? Но этого оказалось достаточно, чтобы Ешо выделил его из тысяч людей. С Ешо идут его ученики. Удивительно, но несмотря на три года, проведенные с Ешо, они тоже задали себе этот вопрос. Конечно, задавали себе этот вопрос. Конечно, они понимали, что он не просто человек, а Сын Божий. Хотя и не понимали, наверное, до конца, что это такое. Откровение, мы видим потом по Писанию, откровение у его личности, оно прошло, оно проходит, видно, через десятилетия, через Писание, через Евангелие, все больше и больше, все больше, все больше и больше. И окончательно, наверное, мы можем сказать, что окончательно именно это понимание божественной сущности Ешо, я говорю, что именно в это время, оно и раньше, я имею в виду окончательно, чтобы озвучено уже в Евангелии от Иоанна. В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было у Бога. То есть оно сформировалось уже Иоанну. Так вот, ученики, они идут с Ешо, они идут в Иерусалим, там будет Пасха, и там что-то произойдет, они не понимают, они не понимают, что произойдет, потому что они находятся в смущении. С одной стороны, значит, они понимают, что он Мессия, он Мессия, и вот-вот откроется царство Мессии. А тогда что? Кто-то из них может сесть по левую сторону и по правую сторону, и они уже начинают делить, и у них как бы, ну, уже такие вопросы практически возникают. А с другой стороны, он говорит о том, что, Ешо говорит о том, что я буду там убит, я буду похоронен, на третий день воскресну. У них это не вмещается. Так, царство, оно вот-вот откроется, мы будем справа-слева, а так он будет убит, вот, а потом воскреснет. А как это? Как это? Вот, и вот идет, и они задают этот вопрос себе, кто он? И даже во время, во время, во время Тайной Вечери, Ешо, понимая эти вопросы, он говорит, он говорит им, это Иоанна 14, 7, 9, если бы вы знали Меня, то знали бы и Отца Моего, и отныне знаете Его, и видели Его. Филипп говорит Ему, Господи, покажи нам Отца, и довольны для нас. Иисус сказал Ему, сколько времени я с вами, а ты не знаешь Меня, Филипп? Видевший Меня, видел Отца, ты же говоришь, покажи нам Отца. Он говорит, вы же видели, вы же ходили со Мною, друзья, вы же, я же вам неоднократно говорил, вы слышали, как я с фарисеями спорил, вы же вот у меня за спиной стояли, я говорил, я Отец одно, я творю только то, что делает Отец мой творящий, вот ничего не делаю от себя, что делает Отец мой творящий, ну как вы понимаете, я и Отец, ну для них это было не уместительно, но они задавали себе этот вопрос, Ешо, знаете, несмотря на то, что вот такие вот вопросы мы иногда задаем, Ешо, они все равно нравятся, почему? Они личностные, вот когда к нам кто-то приходит и, например, скажет, там, расскажи о себе, да, вот кто ты, расскажи о себе, вот как ты же, нам это же нравится, то есть мы понимаем, то есть у нас есть возможность раскрыться перед человеком, показать, кто мы, во что мы веруем, то есть как-то засвидетельствовать и так далее, вот Ешо тоже нравится, когда его ученики задают вопрос, кто он, каждому из нас надо определить в нашей жизни, кто он, и притом не только эмоционально, ну то есть, например, спаситель, понимаете, да, мы понимаем, о чем это, но а что дальше, что это обозначает для нас, то, что он спаситель, он стал господином нашей жизни или не стал, мы исполняем его заповеди или не исполняем, если он человек, то, ну, сами понимаете, если пророк, тоже вроде бы понятно, но если Бог, это же другое дело, то есть мы видим, что даже в это время Талмидим и Ешо, они были в определенном замешательстве и не вполне себе даже до конца еще представляли, представляли себе кто он, еще один, еще одно, смотрите, это здесь же на этой тайной вечере Ешо говорит ученикам, Иоанна 14,4, а куда я иду, вы знаете и путь знаете, ну здесь, конечно, Фома тут как тут, Фома сказал им, Господи, не знаем, куда идешь и как можем знать путь, друзья, вы понимаете, три года, три года они ходят, понимаете, и вместе с Ешо, значит, и когда он говорит, вы же знаете, куда я же говорил вам, я к отцу моему иду, чтобы приготовить обители, чтобы вы пришли там и так далее, да не знаем, то есть еще, вот эти вот вопросы, они генерируются этими учениками, вы знаете, и даже несмотря на то, что они не были такими теологами большими, ну вы понимаете, они по их профессии, это была солянка, да, рыбаки, налоговики, кто там еще, эти, повстанцы, там, кто, ну в общем, как у нас, короче, короче, как у нас, да, в общем, сборная, сборная, сборная солянка такая, они не были, вот, и, ну, ему нравилось, что они задают эти вопросы, потому что на вопрос всегда есть ответ, если нет вопросов, нет ответов, понимаете, если человека ничего не интересует, если Бог не интересует человека, если Ешо не интересует человека, что он ответит ему? Но если он задает вопросы, Ешо отвечает, Ешо сказал ему, я есть путь и истина из жизни, никто не приходит к отцу, как только через меня, Это огромнейшее содержание высказывания. Я есть путь и истина и жизнь. Выше этого трудно что-то придумать. Потому что для иудеев, для них была понятна ситуация с путями Божьими. Для них было понятно, например, Моше говорил во Второзаконии, 5 глава, 32-33 стих. Он говорил израильтянам, смотрите, поступайте так, как повелел вам Господь Бог ваш. Не уклоняйтесь ни направо, ни налево. Ходите по тому пути, по которому повелел вам Господь Бог ваш. Ходите по тому пути. Если вы в программе, которая, наверное, у многих есть андроидной, Дениса Долгоненко, наберете слово «путь», вы увидите, что десятки мест в Писании говорят о Божьих путях, о пути, об общем пути, о путях в одном, о путях в другом и так далее. Вот Ешо говорит «я есть путь». То есть одно дело ты знаешь, ты знаешь, куда, вернее, ты знаешь, да, куда идти, а другое дело, как туда дойти. Ну вот как дойти, вот, например, смотрите, мы попадаем в незнакомый город. Вот, ну это незнакомый город, это как синоним ситуации какой-то в нашей жизни, да. Вот, и встречаются люди, вы спрашиваете, как идти туда-то, да, вот мне надо в такое-то место прийти. Идти вам говорят, смотрите, вот пойдете по этой улице, потом после второго перекрестка повернете направо, там увидите большое дерево такое старое, да, вот там обязательно повернуть налево. Только смотрите, там немножко будет такая звиленка, вот, чтобы вы не туда пошли, а туда пошли, да. А потом еще, еще два квартала вперед, а потом вот после двух кварталов повернете направо, и точно вы попадете. Ну, это гарантия того, что мы что? Заблудимся, правильно? Потому что мы обязательно какой-то перекресточек, мы пойдем в каком-то другом направлении. В другом направлении. Но если к вам попадется человек, который скажет, я пойду вместе с вами, я пошли, я вам покажу. Это же другая ситуация. Ну, согласитесь, это совершенно другая ситуация. И Ешуа, он в каждой ситуации, он говорит, друзья, я для вас, для каждой вашей ситуации, я путь. Вы главное, что делаете? Идите со мной, доверяйте мне. Нет, друзья, очень многие люди, верующие люди, я, к сожалению, об этом говорю, они сходят с дистанции, они не доверяют, они не проходят путь, ну, по тем или иным причинам. Хотели быстрее, может быть, что-то там, или не получилось. Многие потом возвращаются, как блудные сыновья, а некоторые не возвращаются. Главное, с Ешуа идти путь. Главное, держаться за него. Главное, всегда быть в нужное время, в нужном месте. Главное, читать правильную книгу. Главное, молиться, иметь отношение, иметь близость. И тогда любую жизненную ситуацию, в любой жизненной ситуации мы пройдем, у нас получится, и мы дойдем до победы в этой ситуации. Послание к евреям говорит. Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа путем новым и живым. Это Евреям 10, 19, 21. Итак, может быть, Павел, а может быть, тот другой человек, кто написал послание к евреям, но оно имеет, естественно, божественное происхождение, то есть вдохновлено Духом Святым. И там говорится. Итак, братья, имеем дерзновение входить во святилище посредством крови Ишуа, которая является путем новым и живым. Это единственный путь к Богу, новый путь. Если раньше это было через жертвоприношение, через служение, через храмовое служение, то теперь у нас есть путь новый, в Ишуа. Если мы с Ним идем вместе, если мы имеем близость, если мы доверяем друг другу, ну, в данном случае мы доверяем, Он-то знает нас. Если мы доверяем Ему, то мы обязательно, обязательно, мы приходим в Божье присутствие. В святых имеем общение, имеем общение с Богом. А если это духовная часть, а как для жизни, а как вот нам для жизни, если какая-то ситуация возникла, то что нам делать, да? То есть здесь работает? Это все работает или нет? Иоанна 15, 7. Ишуа говорит, если пребудете во Мне, и слова Мои в вас пребудут, то чего не пожелаете, просите и будет вам. Он говорит, что в любой ситуации, если мы будем идти с Ним по этой пути, если мы будем доверять Ему, прежде всего, через Его Слово, то Он обязательно даст нам то, что полезно для нас. Здесь рассуждать надо над этим. Не все, что мы хотим вообще, а то, что мы попросим по воле Его. Понимаете? То есть когда мы будем в близости с Ним, мы будем просить по воле Его, и Он обязательно ответит на наши вопросы. Ишуа сказал, я есть им путь, я есть истина. Что в данном случае истина? Знаете, опять, рассуждать можно многим, но для себя я определил так. Истина – это истина, кто есть мы и кто есть Бог. Потому что Ешуа – Он есть и человек, и есть Бог. Писание говорит о том, что един Бог и един человек, и един посредник между Богом и человеком – человек Иисус Христос. То есть Он имел абсолютно человеческую природу. Как это? Я не знаю. Я просто знаю, что так оно и было. И Он есть Бог. И познавая Его, мы можем познавать себя, истину о себе, кем мы должны быть. Написано, что взирая на Него, мы преобразуемся в тот же образ от славы в славу. То есть мы постоянно, когда мы смотрим на Него, когда мы спрашиваем Бога, а вот каким я должен быть, какой у меня должен быть характер, как я должен реагировать на то, на другое, на третье. Мы взираем на Ешуа, да, то есть мы через Писание, мы взираем на Него, мы молимся Ему, и мы понимаем, кто есть мы в Нем и какими мы должны быть. И когда мы хотим познавать Бога, Бог же специально послал Слово для нас, для того, чтобы мы понимали, кто есть Отец, какой Он, да, что Он хочет для нас, как Он любит нас, что Он готов сделать для нас, и что Он сделал для нас, и тогда мы познаем Господа. И тогда, друзья, и тогда приходит та жизнь, о которой сказал Ешуа, да, когда мы познаем себя, мы имеем отношение с Богом, с Ешуа, мы идем с Ним, вместе с Ним идем по пути, определенным им. Мы познаем истину о себе и о Боге, и тогда приходит та жизнь, которая предназначена для нас Господом во имя Ешуа. Аминь. Я бы попросил, наверное, круглого прославления. Давайте, девочки, наверное, «Шукаю тебе». Зробим? То есть, «Шукаю тебе» Эта песня про те, кто он. Понимаете, мы не можем сказать себе, что мы Бога, что мы Ешуа познали. Это путь. То есть, мы, написано, идем по этому пути всю жизнь, да, мы преобразуемся на этом пути от славы, от славы в славу. Мы познаем и себя, и Бога, и Ешуа мы познаем на этом пути. И это постоянный процесс. И знаете, и возможно, возможно, у нас могут быть какие-то сомнения на этом пути. Возможно, у нас может быть какие-то колебания, как у учеников. Они же ходили с ним, да, и Ешуа приходилось говорить, «А я же открывался вам, да, а вы меня спрашиваете». Нам, мы будем познавать, он хочет идти с нами по этому пути, он хочет проходить с нами каждую жизненную ситуацию. Давайте мы споем. Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Боже, касайся нас, касайся наших сердец, касайся нашего внутреннего человека. Открывайся нам, Боже. Мы, как Закхей, Боже, мы хотим задать Тебе тот же самый вопрос, Боже. Кто Ты? Кто Ты для нас в каждой ситуации, Боже? Мы знаем, что Ты Бог. Мы знаем, что Ты Спаситель. Ты Мессия Израиля, Боже. Ты Господин нашей жизни. Ты Спаситель всего мира, Боже. Но также, Боже, мы хотим Тебя познать в каждой ситуации нашей жизни. Как познал Тебя Закхей, Господь. Его жизнь изменилась. Ты пришел в его дом. Этот вопрос Тебя так впечатлил. Ты пришел в его дом. Боже, и Спасение пришло в дом Закхея. И Писание, или нет, традиция церковная говорит о том, что Закхей стал первым епископом Кесарии. Ученики, Боже, они постоянно задавали себе этот вопрос, кто Ты, Боже. Они познавали на протяжении хождения с Тобой, на протяжении своего жизненного пути, Боже. И они познали, Господь, и глубину, и высоту, Боже, Господь, и широту, и долготу Твоей бесконечной любви, Боже. Мы тоже хотим этого, Боже. Мы хотим познавать, Боже. Мы хотим вместе с Тобой идти по этому жизненному пути, чтобы Ты проявлялся, Боже, в каждой ситуации нашей жизни, Боже. В каждой ситуации. Вчера мне позвонила сестра. Мы молились больше года. Мы молились за ее, ну, она молилась, понятно, она бабушка. Она молилась за своих внуков. Вот. Они были неуправляемы. В чужой стране абсолютно неуправляемые. Она плакала буквально. И мы молились. И вчера она говорит, пошло. Сдвинулась. Говорит, внук пришел и сказал, бабушка, я хочу учиться. До этого он говорил, вообще ничего не хочу, да. И внучка, она тоже, ну, короче, говорю, а как внучка? Да, говорит, ну, вопросы есть, но все равно все сдвинулось. Друзья, это тоже, она, эта сестра, ей много прощено. Она много любит Господа. Но в этой ситуации она его познала еще с одной стороны. Я уверен, что эта сторона, она называется Бог. Ну, как, она познала одно из его имен еще, да. Он тот, который вразумляет внуков. Я не знаю, как это на еврите. Но это одно, вообще, у Бога, у него много имен для каждой вашей ситуации. Возможно, знаете, кто-то сейчас в одиночестве, он страдает от одиночества. У кого-то не решены вопросы с детьми, у кого-то с родителями не решены вопросы. У кого-то там отнимают наследство, кто-то болеет, кто-то, значит, у кого-то финансов не хватает, у кого-то дети болеют. Боже, я молю Тебя, Боже, я молю Тебя, откройся, Боже, для каждой жизненной ситуации, для моих драгоценных братьев и сестер, Боже. Приди в каждую ситуацию, Боже, приди, Боже, Господь, прославься в каждой ситуации, чтобы они познали Тебя еще больше. Да, они знают, они знают о Тебе, они знают, многие знают Тебя, но еще больше, еще больше, потому что это путь, Боже, это путь нашей жизни, Боже, познание Тебя, путь следования вместе с Тобой. Боже, нам надо учиться этому, надо учиться, научи нас, Боже, научи нас, Боже, быть с Тобой, научи нам идти с Тобой, познавать Твою истину и получать ту жизнь, Боже, которую Ты приготовил для нас сегодня, завтра, третьего дня и в каждый день нашей последующей жизни. Во славу Твою! Во славу Ишой, Мессии! Давайте скажем, что? Аминь! Аллилуйя! Аминь!